Всем привет! С вами Аня, вы смотрите Geek Media и сегодня мы с вами познакомимся с детской настольной игрой изомагия от издательства Evricus. Мы ученики изомагии, будем учиться магическому рисованию. Когда мы нарисуем волшебное заклинание, на игровом поле появится таинственная фигура. Наша задача разгадать, что предстало нашему взору, и тогда мы овладеем изомагией в совершенстве и станем самыми настоящими изомагами. Пикториус! Для начала надо ознакомиться с принципами магического рисования. Берем планшет игрока, кладем перед собой цветной стороной вверх и маркер. Подготавливаем три стопки карт обучающих сценариев. На картах обучающих сценариев есть символы кристаллика. Каждому обучающему сценарию соответствует свой цвет кристаллика. Каждый номер раскрывает один из принципов магического рисования. Выбираем одну из стопок карт. Я начну с первой. Переворачиваем первую карту. На обороте показан пример, знакомящий нас с одним из принципов магического рисования. Не замкнутый путь. Начав с крайнего элемента на любом конце пути, соединяем с прямой линией поочередно все элементы. Замкнутый путь. Начав с любого элемента, поочередно соединяем все элементы между собой. Мы познакомились с одним из принципов рисования. Теперь вы можете проиграть оставшиеся карты по обычным правилам, которые мы рассмотрим чуть позже. Знакомимся со следующим принципом магического рисования. Берем следующую стопку, переворачиваем карту. Когда у нас встречается элемент вне пути, обводим его в круг. Кактус, зловещий цветочек, а это замкнутый путь. У нас получилась машина. Также проигрываем все оставшиеся карты из стопки. Третий принцип рисования. Когда на пути встречается элемент с падающей звездой, проводим дугу так, чтобы этот символ оказался вершине. Мы познакомились с тремя принципами магического рисования, и теперь можем приступать к игре. Песочные часы ставим так, чтобы удобно было дотянуться к каждому игроку. Из стопки карт заклинаний берем 4 случайные карты, кладем в центр стола. Игра начинается по команде самого младшего игрока, который произносит любое заклинание. Все игроки, действуя одновременно, начинают рисовать. Начинаем рисовать мы, соответственно, с любой фигуры. Задача игроков быстрее других догадаться, какая фигура появляется на игровом поле, и написать ответ в правом верхнем углу своего поля. Ответ можно написать, даже если вы не дорисовали фигуру, но уже догадались, что же появляется на планшете. Я пока не понимаю, что у меня появляется на планшете, поэтому я буду рисовать дальше. Первый игрок, догадавшийся, какая фигура у него получается, пишет слово в правом верхнем углу, переворачивает планшет, переворачивает песочные часы. Остальные игроки продолжают угадывать объект, пока не истечет время. Игрок, который уже дал ответ, не может его изменить. Далее проверяем ответы. Если первый игрок, который перевернул планшет, ответил правильно, он получает две звезды, отмечаем их у себя на планшете. Если он дал неправильный ответ, то он стирает одну звезду. Остальные игроки, если угадали правильно, получают по одной звезде и ничего не теряют, если отгадали неправильно. Бывает такая ситуация, что возникает спор, какая же фигура в итоге получилась. В этом случае можно проверить правильность ответа. В углу карты есть номер. В правилах данные правильные ответы. Проверяем. Пылесос. Я отгадала правильно. Стоит отметить, что синонимы в игре тоже являются правильными ответами. Например, если кто-то из игроков написал ботинок, кто-то написал кроссовок, а кто-то написал сапог. Все это синонимы и являются правильным ответом. Новый раунд. Очищаем свои планшеты. Игрок, получивший 2 звезды, переворачивает свой планшет на бесцветную сторону. В этом раунде он будет рисовать на бесцветной стороне. Переворачиваем карту заклинаний. Продолжаем играть, пока не расшифруем все 8 заклинаний. Побеждает игрок, набравший больше всех звезд. Играя с детьми младшего возраста, увеличьте время таймера до 1 минуты. То есть просто переверните песочные часы два раза. Если ребенок угадал предмет, но не знает его название, пусть он его опишет. А взрослый поможет его назвать. И это все на сегодня. С вами была Аня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok